Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2694. «Вы согласны с тем, что вас называют старообрядцами?» Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Это вынужденное согласие. Само слово появилось во времена Екатерины II. Было законодательно закреплено Николаем II и отражало позицию официальной церкви и отношения светского общества. Сами же мы причисляем себя к исконному русскому православию, считаем себя русской православной церковью, но для того, чтобы соблюсти самоидентификацию, вынуждены называться старообрядческой церковью. Хотя на самом деле не обряд и тем более не обрядоверие составляет суть наших верований. Они имеют более глубокие смыслы. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. И почему бы было тут же и не объяснить, в чем эти глубокие смыслы? Народ в абсолютном большинстве у старообрядцев не может различить догмат от обряда и в согнутых пальцах видит смысл и угодность свою Богу. Верят, что и сам Иисус Христос так благословял людей таким перстосложением. Неужели Андреан не знает, что более темных в познании Библии людей, чем староверы, трудно найти? 2 Петра 1.19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей.